Здравствуйте, коллеги! На связи Mielta. И это рубрика «Ответы на вопросы с техническим специалистом». Сегодня мы разберем 6 часто задаваемых вопросов по установке и настройке DOOT Phantom. Как подключить DOOT Phantom к конфигуратору? Для того, чтобы подключить DOOT Phantom к конфигуратору, нужно выполнить несколько действий в операционных системах Android и iOS. Первое действие. В меню безопасности у данного приложения включить разрешение. Первое – местоположение, второе – память. Второе действие необходимо выполнить следующее. Включите функцию «Определение местоположения» и «Блютуз». Данная операция позволит увидеть в программе-конфигуратор Mielta DM доступный DOOT Phantom и совершить подключение к ним. Почему трекер передает одно и то же значение уровня топлива в систему мониторинга? Существует две возможные причины. Первая – при отсутствии связи с DOOT некоторые терминалы или устройства для спутников мониторинга передают последнее полученное имя значение. Вторая возможная причина – это наличие в терминале функции фильтрации значений, получаемых с DOOT. Вам необходимо проверить настройки вашего терминала и при наличии данных функций отключить их. Для чего нужен акселерометр DOOT Phantom? Как угол отклонения влияет на измерение и в какой плоскости происходит отклонение DOOT. Встроенный акселерометр – датчик, позволяющий измерять угол отклонения от вертикали. Параметр угла отклонения принимает значение от 0 до 180 градусов от вертикали и не зависит от ориентации в горизонтальной плоскости. Штатное положение датчиком, корпусом вверх – это 0 градусов отклонения. Если датчик перевернуть вниз корпусом, то значение угла составит 180 градусов. При отклонении от вертикали больше, чем на 60 градусов, DOOT останавливает измерения и работу беспроводного передатчика. Данный режим используется для безопасного хранения. Что такое формат адвертайзинга и с какими трекерами интегрирован протокол Phantom? Адвертайзинг – это широковещательное сообщение в стандарте BLE. Формат адвертайзинга отвечает за выбор от протокола передачи данных, где 0 – протокол и Phantom, в котором доступно получение дополнительных данных, таких как угол отклонения от вертикали, состояние стабильности срока частоты, уровня топлива и датчика накрытия. А значение 1 – это формат стандартного широковоспространенного протокола. На текущий момент времени протокол Phantom интегрирован с трейкерами. Мелто-технологии, Navtelecom, Teltonica, Galileo Sky, Glonass Soft. Насколько хватает черного ящика и формула расчета длительности записи черного ящика? Продолжительность записи в памяти DOOT зависит от периода записи. При стандартном значении периода измерения 5 секунд и периодичности 12, то есть каждое 12 измерения памяти хватит на 238 дней. Всего в черном ящике 340 тысяч человек записи. Для простоты вы можете воспользоваться графиком, проведенным на экране. При каких условиях и в каком параметре отображается код ошибки 20 тысяч, 30 тысяч, 40 тысяч. Код ошибки 20 тысяч – это выход от значения уровня топлива за нижнюю границу калибровки. Это возможно при неправильной калибровке по пустому баку. Код ошибки 30 тысяч – это выход значения уровня топлива за верхнюю границу калибровки. Это происходит, когда в баке присутствует жидкость, отличная от топлива, такая как вода, ацетон, спирт или была сделана неверная калибровка. Код 40000 – это отсутствие калибровки ДУД. Данные коды передаются в параметры уровня топлива.